Для миллионов москвичей за таким забором просто стройка. А там свой транспорт, шесть полос, стены почти в девять этажей и работников четыре смены. На днях в подземном городе открыли еще один проспект. Через год пустят поезда. На какой глубине мы сейчас находим? Сейчас порядка 40 метров от верха тоннеля. 1836 метров тоннель, да? Да, да. Сложно вообще за ним ухаживать? Это же такая махина. Ну, конечно, сложно. Сушим тоннель, подготавливаем сдачи. Это уже самый сложный транспортный проект Москвы и мира. А к 23-му году большая кольцевая линия московского метро побьет еще один рекорд. Станет самой протяженной. Сейчас победитель второе кольцо пекинского метро, 57 километров. Ну, а у нашего кольца будет 70. С января уже открыли восемь новых станций. Но москвичей трудно удивить. Они привыкли, что поезда тут просто ходят быстро. А ведь это быстро – еще один мировой рекорд. В час пик интервал движения всего полторы минуты. Ни один автомобиль сейчас в подземке не соперник. Хотя о водителях подумали. Новая дорога, которая не проходила по проезжим частям, которые существовали ранее. На этом месте, ну, были гаражи. Участок северо-восточной хорды с четырехполосными шоссе и трехэтажными развязками строили два с половиной года. Примерный фронт работ вместо обоев в кабинете инженера. Так выглядит любой проект дороги, которую машина проезжает всего за несколько минут. А вот где новые магистрали строить, решает уже не только человек. Сотни камер анализируют поток и места с самым интенсивным трафиком. Система уже умеет включать зеленый свет трамваям и автобусам. А водителям с недавних пор даже деньги экономят. Несколько недель назад была запущена система, которая позволяет водителям прощать их ошибки за парковку. Если они не успели продлить парковку или перепутали номер машины или номер зоны парковки, они могут зайти в приложение и задним числом, задним временем отмотать свою ошибку и не получить штраф. Сразу четырем транспортным проектом высший балл поставили эксперты и простые москвичи. За станции метро, которые запланировали еще в 50-х, а построили только в 2018-м. И за два участка хорды на месте бывших пустырей награждали в мэрии, где все московские рекорды обобщили уже в мировом контексте. Мы по уровню развития, по темпам развития уверенно входим в тройку мировых мегаполисов в мире. То есть вот по всем, по метро, по дорогам, по недвижимости на четвертом месте, по объему введенной недвижимости на душу населения мы Нью-Йорк обогнали. Больше миллиона москвичей переедут в новые дома из старых по программе реновации, которая связана с транспортным развитием столицы напрямую. Простой пример, чтобы здесь копать метро, пришлось снести четыре дома и столько же построить. Эти супруги просто переехали в новый дом через дорогу и очень удивились, что ремонт не нужен. Все, как было сделано строителями, нас все устроило. Приехали в эту квартиру, даже не устроили семья. Дома по программе реновации впервые признаны лучшим городским проектом. Анатолий Майоров, Петр Поляков и Анастасия Алтухова, НТВ.